65 нарушений на безопасных и качественных дорогах нашли общественники. Правильнее будет сказать, что представители Общероссийского народного фронта на днях инспектировали дороги, которые ремонтировали в прошлом и позапрошлом году в рамках федерального проекта. Какого рода эти нарушения и почему так быстро улицы и магистрали разрушаются, не только об этом? Спросим сегодня Евгения Васильева, эксперта Народного фронта, генерального директора испытательно-производственного центра в строительстве «Стандарт». Здравствуйте, Евгений. Добрый день. Проверяли только Барнаульские дороги? Проверка проходила улицы города Барнаула, города Новоалтайска и пяти региональных дорог, которые входят в агломерацию Барнаульскую. При реализации сегодня это национальный уже проект безопасной и качественной дороги. Соответственно, каждый из заказчиков, это получается у нас три заказчика, администрация города Новоалтайска, комитет по транспорту города Барнаула и КГК «Алтайавтодор» организовывали комиссионные выезды. В состав комиссии, как правило, входили представители заказчика, подрядная организация, которая непосредственно выполняла работы, и представители Общероссийского народного фронта. Какой промежуток времени вы проверяли дороги? Сколько? Три недели вы мне сейчас сказали? Да, получается, три недели у нас ушло на проверку, то есть это ежедневные пешие обходы. Получается, по городу Барнаулу было проверено 77 участок дорог протяженностью 137 километров. По городу Новоалтайску было проверено 7 дорог протяженностью 7 километров и 5 региональных дорог протяженностью порядка 80 километров. Было создано две рабочие группы, соответственно, каждая группа были распределены участки обследования, и каждая рабочая группа проходила, и потом уже комиссионно мы собирались и обсуждали результаты обследования каждой группы. Я сначала все-таки хотела спросить, но вы уже сказали, сколько вы посмотрели, а сколько всего за два года было дорог отремонтировано? Есть такая информация? Ну вот, получается, по Барнаульской агломерации, это региональные дороги улицы города Барнаулу и Новоалтайска составили общей протяженностью порядка 220 километров. А есть те, которые почти в идеальном состоянии? Ну, вы удивились, например, что дороги недавно отремонтировали, и они по-прежнему красота, как можно по ним ездить? Ну, на самом деле, общее качество дорог, оно на сегодняшний день находится в хорошем состоянии, то есть критических сегодня разрушений или каких-то последствий, они не выявлены. То есть все нарушения, они являются единичными в силу сложности, наверное, на различных дорогах проведения ремонта. Если это региональные дороги, мы понимаем, что там нет коммуникации, меньше трафик движения, соответственно, условия эксплуатации одни. Город Новоалтайска тоже в том году реализовывалась улицей, которые тоже в основном это соединяли районы города, там тоже минимальное количество коммуникаций, в отличие от города Барнаулу. То есть нужно сказать, что в Новоалтайске достаточно хорошие дороги. Да, это единичные были провалы колодцев выявлены, где-то разрушение кромки асфальта, но это прям единичные случаи, то есть от общей протяженности. Основные нарушения это в городе Барнауле. А вот 65 нарушений, мне кажется, для новых дорог это многовато все-таки, вы как считаете? Ну, смотрите, учитывая, что было отремонтировано 77 участков дорог и 65 нарушений, что в эти 65 нарушений входит? Это, соответственно, коммунальные аварии, которые мы сегодня видим, они происходят из износа сетей, от них, наверное, никуда не избежать. Потом это, соответственно, прокладка инженерных сетей, где-то проколы кабелей устраивают, где-то электросвещение устраивают, опоры устанавливают, да, за собой не заделывают. Многие эти работы были сделаны в зимний период, соответственно, технология по восстановлению этих участков в зимний период, она не имеется возможным, да. И вот как раз последнее совещание, которое было в Министерстве по транспорту, были озвучены сроки по устранению этих всех выявлений. Об этом мы еще поговорим. Вот все-таки, какого рода нарушения? Самые распространенные какие? Самые нарушения распространенные, это, соответственно, что касается проезжей части, это когда коммунальные службы устраняли последствия коммунальных аварий. Очень много было аварий в этом году, скажем. Ну, износ сетей тоже надо понимать, что он огромный. Огромный, сегодня максимально работают с водительцами этих инженерных сетей, да, чтобы именно в первую очередь они обращали внимание на те дороги, на которых запланировано проведение работы. Которые в этом году, допустим, запланированы, да, чтобы посмотрели уже, чтобы не копать в очередной раз. Да, далее получается это вот как раз прокладка инженерных сетей, да, где-то в тротуаре делают прокор через дорогу, чтобы не затрагивать саму проезжую часть, да. Но, тем не менее, разрушается проход тротуаров, да, и, соответственно, тоже является дефектом. Или прокалывают, где парковка находится. И, соответственно, при устройстве опоры электросвещения, вот по улице Чкалова, да, там тоже непонятная ситуация, пробурили одно отверстие, да, для установки второе рядом, третье то ли не попали, то ли что. Ну, и, соответственно, тоже это находится. Потом много выявляется случаев, когда вскрывают колодцы, да, по разным причинам, да, меняют какие-то коммуникации, да, и идет разрушение возле колодцев. Вот почему канализационные люки постоянно проседают? Мне кажется, что это беда вообще всех дорог, и новых, и старых. Вот недавно отремонтировали на Гоголе. Мне, правда, говорили, что там грунтовые воды, да, и колодцы просели. Но это, мне кажется, по всему городу. Я про Барнаул сейчас. Да, проблема, на самом деле, это не только Барнаул, мы общаемся с коллегами из других субъектов Российской Федерации, да, эта проблема, на самом деле, имеет быть, да, учитывая, что все колодцы были построены, ну, большинство колодцев было построено еще в 90-е, там, и так далее, ниже года, да, и, соответственно, разрушение идет самого тела колодца. А работы, которые проводятся по регулированию планового высотного положения колодцев, они включают как раз замену верхней плиты перекрытия, да, и самого люка. И понимаем мы, да, что кольцо перекрытия, оно упирается на само тело колодца, и при движении автомобиля идет нагрузка на основание этого колодца, но оно не подвергалось ремонтным работам, из-за этого идут просадки. Сегодня тоже стараются прорабатывать вопрос по синхронизации с водительцами этих колодцев, да, но понятно, что не у всех хватает средств, да, и сегодня тоже создается рабочая группа как раз по этим вопросам проблемным, которые будут, в которую входят представители подрядных организаций, проектные организации, которые будут как раз вносить проектные решения для решения этой проблемы. Вот, знаете, Евгений, когда мы говорим с дорожниками, а говорим достаточно часто, почему-то, почему спрашиваем, да, не получается у нас добиться таких дорог, как в Европе, в Америке, и все говорят, климат не позволяет. Мы все-таки в 21 веке живем, и технологии у нас новые, или все-таки причина – это российский менталитет, ну, на кого-то или на что-то обязательно необходимо вину свалить? На самом деле, да, много таких сравнений происходит, да, но на сегодня мы… Про Канаду очень многие говорят, что климат очень похож с нашим. Мы учитываем то, что наши стандарты, по которым сегодня выполняются работы, не менялись уже десятилетиями, то есть, там ГОС, допустим, асфальт и бетон 91-28, да, который там из года в год менялся, он, по сути, действует уже около 40 лет. А как это поменять? Это вообще возможно? То есть, вот как раз на сегодня, да, разработан технический регламент безопасности автомобильных дорог, и в который включен перечень стандартов на основе добровольной их применения, обеспечивая соблюдение технических регламентов. И как раз на сегодня в дорожной отрасли за последние три года введено и вводится в действие порядка ста стандартов, которые как раз меняют требования как к материалам, применяемым для приготовления асфальтобетонных смесей, так и к самим асфальтобетонным смесям. Это пока все еще на стадии обсуждения? Нет, это уже в плане реализации. То есть, сегодня действуют предварительно национальные стандарты на асфальтобетон, где абсолютно кардинально другие требования к асфальтобетону предъявляются. И сейчас уже размещена редакция проекта ГОСТ-Р, Евросваль будет называться. Соответственно, Евросваль само за себя говорит название, что приравнивается к европейским стандартам. А с какого это времени Евгений будет, допустим, в Алтайском крае? Алтайский край, получается, уже есть ряд дорог, на которых уже второй год реализовывается выпуск асфальтобетонных смесей по этим стандартам. На самом деле, Алтайский край, он один из первых регионов, которые начали применение этих стандартов. А где такие дороги сейчас? Вот, допустим, в том году был построен участок Фирсова-Бобровка-Расказиха с применением новых асфальтобетонных смесей. Европейская дорога там, можно сказать, да? В Заринске, ну, можно сказать так. То есть, уже применение есть. В том числе, в городе Барнауле тоже предъявляются дополнительные показатели к асфальтобетону. Это устойчивость к алиобразованию. То есть, к существующим смесям добавляется еще некий показатель, да, который обеспечивает сохранность дорог. Это уже тоже использовалось или только будет использоваться? Да, это использовалось, это использовалось в том году. Ну, мы уже поговорили с вами о том, что одна из основных причин разрушения – это коммунальные аварии. Кто виноват, что после того, как дорогу сделали, раскопали, кого наказывать надо? Ну, здесь, наверное, виноват, в первую очередь, износ сетей, да, наверное, и несвоевременность их ремонта. Соответственно, там, где будет опорыв, наверное, невозможно угадать, да? Ну, да. Соответственно, ну, здесь надо понять, что те места, где все-таки случилось эта коммунальная авария, ее необходимо установить в первоначальный вид, чтобы не терялись транспортационные показатели автомобильной дороги. А получается в первозданный вид? Вот на сегодняшний день, к сожалению, этого не получается. И вот нами были тоже внесены некие предложения, да, которые включают такие вещи, как восстановление этих участков, должны выполнять подрядные организации, которые непосредственно ремонтировали этот участок дорог, восстановление полного конструктива, который был сделан при ремонте дорог, да, и продление гарантийных срок на данный участок до хотя бы до окончания гарантии на этот участок дороги. То есть это вот минимальные три вещи, которые необходимо сегодня соблюдать. Потому что на что это влияет, да, у нас ежегодно, то есть цель этой программы, да, с 2024 года доведение нормативного показателя Барновской агломерации, нормативное состояние дорог до 85%. Соответственно, ежегодно по результатам инструментальной диагностики подтверждается план этих целевых показателей, да. Сейчас сколько у нас процентов? Сегодня порядка 51%, да, то есть надо дойти до 85%. Понятно. Вы уже сказали, что вы обсуждали с министром транспорта, да, я так понимаю, все эти нарушения. То есть именно сейчас на уровне министерства принимается решение, кто будет исправлять? Получается, координатор, да, главной реализации этих национальных проектов, это, естественно, министерство по транспорту, которое еженедельно собирает совещание по этим рабочим всем вопросам. Срок устранения назначен 20 мая всех нарушений. Это успеют? Ну, будет все зависеть, конечно, от погодных условий. Если даст погоду, то да, это вполне все реально. Соответственно, вот сегодня даже вот проехав по городу, да, уже на 8 участках подрядной организации зашли на устранение дефектов. Это там на Южном я сегодня видела, что это уже начало. Да, соответственно, Красноармейском поднимает Колодский, Комсомольский проспект, поперечные трещины заливают на Советской армии Антона Петрова, то есть, в принципе, работы как таковые и начались. И вы потом опять проедете и проконтролируете или нет? Нет, естественно, уже как таковой специальной комиссии, наверное, не будет, да. Но мы все потребители этих дорог, да, и все ездим. И, соответственно, опять же, при реализации этого проекта в Барнауле создана группа, да, в WhatsApp, да, сейчас это популярно, где как раз все участники этой группы выкладывают те или иные нарушения и замечания. В том числе подрядные организации также будут составлять отчеты по результатам устранения этих всех нарушений, да, с приложением фотоматериала. Поняла. В целом, по-вашему, Барнаульские дороги за последние годы стали намного лучше? Вот лично ваше мнение? Да, они однозначно стали лучше. То есть, вот, конечно, есть много участков еще, где необходим ремонт, да, и вот как раз заезжая на эти участки, вспоминаешь, как это было три года по всему городу, да, и понимаешь, что качество дорог, оно в любом случае улучшается. А к 2024 году мы сможем назвать дороги Алтайского края по-настоящему безопасными и качественными? Да, если будут достигнуты все поставленные задачи, то однозначно это можно будет сказать. Как раз цель вот всех этих мероприятий, гарантийных обходов, это в первую очередь не выявление даже, да, этих всех дефектов, а провести анализ причины возникновения этих дефектов, потому что сегодня мы участвуем в программе два года, да, а у нас она до 2024 года, то есть мы прошли чуть меньше одной трети, да, этой программы. И, соответственно, сегодня, да, уже внесены ряд предложений, которые как раз необходимо пересматривать и менять. Допустим, вот тоже очень много, видите, разрушений по трамвайным переездам, да, в улице Челюскинцев, где положили вроде новый асфальт, да, а сегодня он выкрашивается вдоль, получаясь, трамвайных путей. Но здесь тоже надо понимать, что асфальтобетонная смесь, она жесткая, и, соответственно, идет движение, подвижность рельс, и они не менялись, эти пути, да, в течение тоже длительного периода, и, соответственно, здесь естественное возникновение этих деформаций. Так что можно пересмотреть на устройство, допустим, брусчатки, либо плитки на этих участках. Понятно, Евгений, спасибо, удачи вам в дальнейшей работе, ждем по-настоящему качественных дорог в Алтайском крае. Я напомню, что мы сегодня говорили с Евгением Васильевым, экспертом ОНФ, генеральным директором испытательно-производственного центра в строительстве «Стандарт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова